Внимание, друзья! Эфирной фильм из серии Опыт моих учеников и друзей Алексей Иванович Макаров Хоть и называет меня Своим учителем Но если бы даже он не был на свете У меня такое впечатление, что результаты у него были бы такие же Ко всему подходит Может быть где-то интуитивно Он настоящий народный Настоящий народный садовод И где-то уже учитель Значит Сейчас мы продолжим эту тему Посмотрите Его фильмы Один, второй, третий, четвертый, пятый Потом будут еще шестой, седьмой, восьмой, десятый Вот это Он их снимает Мне пересылает И я размещаю На канале Под названием Садоводство по железу И вдруг я получаю такое письмо Вот видите Сейчас я его покажу крупным планом Я готовлюсь к юбинару Никому не мешаю Вот Разместил фотографию Алексея Ивановича Вот он Очередная Удача Очередной успех Вот И вдруг Его письмо Я решил Эта переписка в свою очередь уже с журналистом И Мне показалось, что Эта переписка очень важна И его ответы вложили всем Я уже говорю В данном случае Я имею ввиду Не новичка А состоящегося садовода И Внимание на мои слова Если когда-то наши придут власти Я имею ввиду, что Садоводство загублено Садоводство Одичало Даже так можно сказать Вот И когда придут наши Его судьба Читать лекции в МГУ Вот Эмиленовской академии И так далее Конечно, этого не случится Но Если мы не будем мечтать Не будем к этому стремиться Нам в саду вообще не будет Начало Здравствуйте, Алексей Рада Это Журналистка Что у вас останавливаются полезные связи И все больше заинтересованность людей Узнают о вас И вашем творчестве Вот Я в вашем саду увидел удивительного человека С уникальной практикой И широкими знаниями Это вам спасибо Вот Дальше идет так Она Относится к Калужской губернной К газете Калужской губернной ведомости Что в общем-то Почет и уважение Что им Этой газете Что им еще что-то надо Оказывается Вот И она взяла и задала Кучу вопросов Я не буду их перечислять Считается ли прикос Здравствуйте, Татьяна Здравствуйте, Татьяна Это Алексей Скрипорова Малорославского района Хотел поблагодарить вас За то Что вы очень хорошо подали Мой материал Благодаря которому Меня очень высоко оценил Знаменитый садовод Сибири Железов Валерий Константинович Я очень благодарен ему За поддержку За какой-какой материал А благодаря вам У нас случился Хороший Хорошие взаимоотношения Спасибо еще раз Надеюсь, мы еще увидимся В этом году у меня Великолепный будет Урожай абрикосов Ну и управиться Такие вопросы Столько нюансов Так много Здравствуйте, Татьяна Очень приятно Что вы вспомнили про меня И огорошили Такой массой вопросов И ограничения Поставили сегодня-завтра Ну Совсем Ну, скажем так Это же Извините Не ответишь Да, нет Серьезные вопросы Что-то упустишь Один нюанс какой-нибудь И уже у человека неудача Кроме всего прочего Это длинные лекции Получаются Вас, наверное, это Не устроит Да, и у меня телефон Такой, что Две с половиной минуты Любая информация Передается Только две с половиной минуты Плюс еще и телефон Иногда слава какие-то глотает В общем, вот такие ограничения Кроме всего прочего Синокос с полным ходом Погода стоит У меня время совсем туго По ночам что ли работать Не знаю Ну и еще одно Условие Вы понимаете Хорошо, если Ваши читатели Скажем так Совсем новички Чистый лист С этим и проще Чем с теми Кто уже начитался Вот этой Расфуфыренной литературы С Москвы И отсюда все неудачи То есть Я иду совсем другой дорогой Если кто-то хочет Добиться таких результатов Как у меня Надо решаться Это совсем Совсем другая история Я иду тропой Мичурина и Лысенко А это в наших Научных Сельскохозяйственных Скажем Учреждениях Это табу Поэтому Вы знаете Вы может быть Если даже И все опубликуете То что я буду говорить Может быть Это будет один Первый и последний раз Уже мы это проходили Вот Решитесь вы на это Или нет И одним Сегодня-завтра Это не управится Такие вопросы Столько нюансов Так много всего У меня просто Голова закружилась Это целая лекция Это вот Меня одно время В Лобинск Приглашали на лекции Зимой, феврале Делать Ну скажем так Работа есть Но по минимуму И спокойно Встречаешься С этими садоводами И отвечаешь на вопросы Тут можно развернуть Тему хорошо А ответить Да, нет Это как-то Несерьезно Если вы готовы Заходить издалека И я готов Вказать направление Вот Пока Больше времени пока нет Жду от вас Ответа Здравствуйте Татьяна Это Алексей Значит По поводу 77 грамм Это абрикос Кордиумовский Это производство Железова Валерия Константиновича Сибиряка Сайногорска Сибирь Вот А в ведре Айсберг Айсберг Это Крамаренковский сорт Здесь Подмосковье Значит Вся ее Линейка У меня Есть ее Сорта Это Царский Лимончик И еще Ряд таких Которые Особо Не выдающиеся Самые крупные Плоды У нее 40-45 грамм У Железова Плоды Обрывается Связь Ну Такой Он Телефон Значит Железа Сорта Очень Крупные Доходят Даже У некоторых Его учеников До 130 Грамм То есть Трультеровую банку В Городске Просто не ходят Ну Это Самые Выдающиеся Не будем Сейчас о них Со временем К ним Подойдем Ну Так Вот Я К тому Что Поосторожней Часто Бывает Человек Сидит У меня Буквально С карандашиком Записывает А потом Очевидно Не хватает Какой-то Информации Печати Значит Сам Руководитель Газетного Предприятия И от себя Добавит Пару слов Меняя Полностью Всю мою Концепцию Абсолютно Не учитель Меня Обзаим Задушил И Придал Нафиг Честное Слово Поэтому Вот тут С этим Поосторожнее Надо А Насчет Максимальных Весов У меня В прошлом году Был Самый большой 86 грамм Полески Крупноплодный Это Еще Впереди Лиса Дело в том Что Он Еще Только Дозревает Я уверен Что Рекорд Будет Побит В этом Году Ну Ну Ладно Все Я Побежал Здравствуйте Татьяна Алексей Вот Появилось У меня Сегодня Времечко Вчера Просто Очень Много Работы Было Уморился Устал Сегодня У меня Такой На Половину Выходной Рука Болит И Поэтому Решил Это Самое Вернуться К нашему Вопросу Ну И Как Неродим Мученик Я Начал С Конца О Том Вы Спрашивают Сколько У меня И какие Абрикосы И персики Значит Начнем Значит Персиков У меня 18 Штук Персиков В саду Вот Часть Из них Больше Половины Плодоносит Из них Перечисляем Хасанский Бородский Фаворит Севис Фаворита Днепровский Рубиновый Гибрид Абрикосы И персика Лысого Всех Этих Деревьев 18 Штук Теперь Продолжаем По поводу Абрикосов Этих Деревьев У меня 53 Из них Ну скажем Треть Уже Плодоносит А остальные Подрастают Ну в смысле Хорошие уже Не знаю Хватит Времени 2,5 минут Зачитать Все что у меня Есть Но попробуем Северный Триумф Академик Хаворит Монастырский Амур Гвиани Жардель Мелитопольский Филиппева Ольду Полесский Крупноплодный Дар Небес Крупноплодный Железова Рыжий Лимончик Царский Артем Королевский Крудемовский Гаргона Миндальный Серафим Серафим Манжурский Байлевицкого Айсберг Академик Скворцов Фаина Байкалов 4 Заречный Но это не все Абрикосы 53 штуки Это только те Что растут у меня В саду Это 28 садов А еще у меня Буквально За забором Дорога И года 3 назад Ну да Это было Как раз Флешмот Сажали деревья В годовщину Победы Великой Отечественной И у меня Около 40 сортов Растет Над дорогой Справа А слева Огромные Олейки И некоторые Из них В этом году Плодоносили Вот по поводу Абрикосов Да Извиняюсь Не 3 года Два года назад Вот Юбилей Был как раз Но Теперь Значит Это я говорю Про деревья Которые Мои семейные А ведь У меня Сотнями Продается В смысле Растут сейчас Саженцы Обрекуты Друзья Я прервал запись Почему Я хочу Сделать Некоторые Нюансы Чтоб Понятно Было Итак Перед вами Выдающийся Садовод Я имею ввиду Пока Алексей Иванович На фоне Того Что сейчас Делается В стране Вот Но Выдающийся Называет Тех По-настоящему Кто Чей вклад Уже Помечен Влиянием На всю Страну Это Алексей Иванович Вас еще Впереди Вот Но Уже Сейчас Можно Выделить Выдающийся Вы Выдаетесь Из этой Серой Массы Я не могу Рядом с вами Не поставить Ни одного Академика Ни одного Доктора Наук Кандидата Доцента Член кора И так далее Вот это Первый нюанс А остальное Вы уже Видели И слышали Вот Вот вы Где у меня Сейчас Секунда А Вот вы Где у меня Одна из Сотни Фотографий Вот Вас снимает Телевидение Вами Заинтересовались Журналисты Печатных Изданий Вот Но пока Влияние На страну Ничтожно Тут Вина Вина Не ваша Я умудрился Разместить Где Сейчас покажу Где Сейчас мы Попадаем На мой На мой Канал Видите Вот И здесь Я Оказывается Сюда Почти попасть Не можете Так Вот Значит Смотрите Внимательно Ваши 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 Нет Вот эти Ваши Вот Дальше Вы никогда Еще не попадали В шорт Вот Здесь Это опыт Это опыт Вот И везде Вы видите Ну чудо Где-то 1200 Просмотров А так Обычно Сотни 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 То есть Потенциал У вас Выдающий Садоводы России И когда-то Вы возможно Станете Первым Но На данный Момент Влияние На страну Ничтожное Виноваты В этом Не вы Куберская Газета Я подчеркиваю Это Куберская Газета Вами Заинтересовалась Вот Хвала Ей Хвала Рукоплещу Но Я боюсь Что вы Никогда Не станете Ведущим Так же Как я Рассказывал Про Свою Ученицу Савинича Лену Санну Доцент Аспиранта Красноярского Университета Вот И еще Несколько И Сын Сергея Мой Тоже он Агроном Вот Лучший Питомник России Один из самых Опытных Садоводов России Нам пока Ничего Не светит На каждую Нашу Публикацию Если вас Выставят Однажды Вам Вдруг Скажут Вот Давайте В местном Университете Выступите Перед студентами Где-то На середине Вашего Доклада Вас Установят Скажут До свидания Парень Мотай отсюда Пришел Тут Рассказывать Где вы Видели Дерево Правильное Все деревья Неправильные Вот Где вы Видели Сад Неперекопанной Почвы Где вы Видели Сад С неискалеченными Нижними Скелетными Ветками В общем В общем Мы Мы Сейчас Отстаем От Науки И от Продолжателей Вот этих Вот Диких Страшных Смертельных АГ-приемов По количеству Просмотров В сотни Тысячи Раз Вот Я на этом Заканчиваю Ваш Первый Фильм Здесь У вас Будет Много Что Вот Много Что Будет Но Я Хочу Сказать Следующее Вот Мы С вами Впереди Планеты Всей Я Имею Ввиду По Перспективному Направлению Мы Прокладываем Новую Лыжню Спасибо Вам Огромнейшее Спасибо Что Вы Отдаете Должное Мичурину Лысенко И Вашему Покорному Слуге Железову Вот И Мы Еще Несколько Фильмов Снимем Пока Закругляемся Сейчас По берегу Через 2 часа Мне позвонит Сыркутска И Я Буду Такой Телемост Проводить Сыркутянам Почему Два Сада Один С близкими Грутой Водами Другой С далекими А что Я могу Посадить Тут А что Я могу Посадить Там Я Обещал Поконкретно Поговорить Надо Поберечь Батарейки Надо Кокулятор Надо Позарядить И Начиная Завтра Последавтра Все Что вы Рассказали Все Это Будет Показано Мною Вот Таким Путем Почему Снимаю Снаружи А чтобы Не Видели Зрители Этих Фирмов Не Видели Бо Многочисленные Многочисленные Данные Других Потому Что Приходится Как То Уберегать От Этого Не Все Любят Когда Их Данные Светятся На всю Страну Так Заканчиваю Первую Серию И Ставлю Аккумулятор Заряжаться Следующий Фильм Будет Телевоз С Иркутском